всем привет включаем свет будем пробовать и тестировать нашу электро блиницу посмотрим какие блины на ней получится тесто я уже завела пробуем дочь с внуком играет наливая тесто в тарелку которая была в комплекте этой электро блиницей греется мне кажется не совсем удобно стоит ли если бы в эту сторону ну когда принципе для себя туда сейчас для видео записывает так ждем когда покривиться успокоились не успокоились сейчас проверим всем привет привет это моя дочь средняя но вы ее знаете она часто у меня видео появляется добро пожаловать на нашу кухню будем все поделены и и потом будем завтракать но не сейчас я думаю потому что это будет наверно долго ладно я пошла с ребенком занимайся пока ему нужное внимание я попробую сейчас перевернуть свою блиницу я отдала внучки и она уже давно стряпает сама какая молодец она уже взрослая уже умеет на этой блинице попроще да это блинице не пахнет вот та моя первая она убирала и пахла ну вот этим каким-то маслом или чем а это вот греется она не пахнет ну не знаю разная марка по разному хорошо или плохо а без разницы в принципе в инструкции было написано что будет обгорать и будет запах лопаточки нету я вот ложечкой приспособилась но это вот я вижу что она быстрее горит подгорает но надо быстрее быстрее переворачивать это первый это первый это первый всегда ничего страшного я потом тоже буду пробовать потому что я дадим и надо будет рассказывай пока зрителям как тебе у нас в мытищах как мытища да я уже прожила достаточное время уже есть чем поделиться что рассказать я раньше тоже приезжала мытищи ну как в основном дома и в москву до в москву там на прогулке все такое а сама мытища то я не знала а сейчас вот с внуком приходится очень часто ходить гулять и я уже мытища знаю но я еще улицу не все не выучила но уже знаю я в одну сторону круг сделаю большой круг вот на другой день в другую сторону круг на третий день другую и вот так кругами кругами все хожу или это самое уже есть я прошла в эту сторону а потом как-то иду в другой сторону я уже узнаю эти места я здесь была ну с внуком естественно по дворам и по улицам а меня-то отпускали еще гулять естественно я ходила по магазинам но по магазинам там где нету людей мало людей это крупные торговые центры крупные торговые центры конкретно мебельные магазины меня интересует сейчас мебель вы же знаете что я уехала снова со своего места и не взяла мебель все раздала продала и у меня нету мебели в новых квартирах нужно покупать мебель и я сейчас все присматриваю в общем то я где я была в ките было в мебельном отделе июнь фадейл фадейл я ходила в мфц это я потом расскажу формат это очень хороший магазин мне понравился чисто мебельный там снимала видео да я видео снимала и я потом сделаю да люстры тоже но вот я фадейле приметила люстру и вот недавно ходила в мфц зашла посмотреть уже этой люстры нету ну что делать к тому времени когда я буду заселяться уже будут новые люстры еще можно в интернете поискать точно не знаю в интернете я думаю сложно мне лучше все-таки его очень посмотреть еще я была в магазинах твой дом и леруа на стыке мытищей и москвы в общем далековато конечно ездить огромные магазины все есть но я думаю что можно что-то и поближе найти даже в том же хов в июне в хов вполне приемлемая мебель до эконом а не знаю можно взять попробовать тут то в тесте у меня есть подсолнечное масло пока не надо это давать ну что я уже можно сказать много что сделал для того чтобы как бы стать местной жительницей во первых я меня сразу здесь прописали в этой квартире естественно зависит и медицина и другие услуги и потом конечно я перепишусь уже перерегистрируюсь уже на свою квартиру вот пока я здесь зарегистрирована вот естественно потом я пошла в мфц фудели вот там я зарегистрировалась и получила временную карточку сначала жителя московской области по этой карточке я уже ездила бесплатно в социальных автобусах и пару раз меня в коммерческих автобусах даже провезли бесплатно я зашла показала свою карточку они горят а у нас коммерческие ладно я бы иду ангел проходите садитесь вы видите здесь ну ладно сейчас просто транспорте мало кто ездит какая им разница если бы вообще если вот по сравнению с нашим екатеринбургом я опять говорю наш я хоть уже здесь оживаю много что сделать чтобы стать коренной жительницей а все равно еще наш наш екатеринбург в общем екатеринбурге большие автобусы зеленые очень много сейчас закупили новых автобусов а здесь входят маленький автобус я даже марки такой не знаю у нас в екатеринбурге зеленые не ходят большие автобусы здесь есть но они в основном ходят до метро медведково в москву а по городу здесь ходят маленькие автобусы но это же маленький городок я когда приехала сюда с ребенком вышла вниз на улицу и ждала около подъезда когда вот же не оденется это же вниз ко мне подошел работник дома от управляющей компании плотник просто работа внизу ноги не чинил там да он был спецодежды понятно что он из местных и здрасте здрасте и мне говорит вам не нужен мед мол дешево продаем из саратовской области привезли я говорю я не знаю я только что приехала вот дочь спустится или спросим у нее что я не местно не знаю мне он уже минут 150 раз у меня то увидит первый раз и поэтому мне говорит я сказал что я не здесь не только приехала откуда вы приехали из екатеринбурга провинциальный город за уралом знаете я же я задохнулась от удивления и возмущения блин какой провинциальный город и его вы чё это почти столица урала большой город а что больше москвы что ли блин пока не образованный человек может причем же москва будет причем здесь москва мы сравним это же мы тише если по сравнению с мы тише туда это мы тише провинциальный городок здесь 300 тысяч населения а в екатеринбурге полтора миллиона когда там жила в екатеринбурге мне тоже то мне нравилось это не на не нравилось придиралась ты ему что-то ответила ну вот я ему сказала екатеринбург почти столица урала там полтора миллиона человек большой город екатеринбург был на третьем месте по численности получается что есть люди которые город не знают вот это из тех которые считают что замкадом жизни нету он живет мы тише он уже автоматически себя считает москвичом а те кто живет дальше это уже провинциалы конечно в екатеринбурге все есть при этом ты заметила в екатеринбурге одеваются намного лучше и красивее да вот люди там но евро да раз этот город больше там он и туристический там и туристам можно посмотреть когда я там жила я все знала мне это уже было неинтересно а вот как сейчас уже со стороны смотрю там много что можно съездить посмотреть вот люди да там как сказать молодежь помоднее да здесь люди обычные провинциальные если может съездить в москву выехать может быть там да но в москву я еще не ездила сколько живу опасаюсь почти три месяца до ехать не ехать опасно и с этим вирусом у меня возраста уже близко к 65 вот с одной стороны хочется а с другой стороны побаиваюсь ну не знаю может быть все таки рискну как-то съезжу может быть вместе съездим но нет нет с ребенком нет нет не надо есть только лёша захочет остаться но это же мы будем долго он не сможет так долго выйти ребенком нет это только я одна так что не вариант на такси значит а что на такси там же тоже надо ходить где-то что-то не так что он приехал на уехал не по паркам где сейчас красивую лимонаду сделают новогоднюю январские праздники вообще надо будет ехать смотреть вот с этой стороны как-то мне неудобно ну ладно потерпи она конечно есть вот так замечаешь разницу но люди здесь кстати дисциплинирование чем у нас в екатеринбурге чем-то проявляется вот выношение тех же масок здесь в автобусах все в масках и никто не выступает у нас в екатеринбурге очень много диссидентов я продолжаю смотреть интересоваться жизнью екатеринбурга на е1 да она е1 читаю и читаю сколько много диссидентов и сколько людей прям выкидывают из автобуса из-за того что они не одели маску они задерживают транспорт другие люди нервничают и вот этих вот диссидентов выкидывает прям прилипло вот тебе и блинкома слушай у нас мыть еще какое-нибудь телевидение местное смотришь но я смотрела первое мытищинское это когда лёша включал а так то я его не могу найти и вообще у вас нету такого сайта как у нас в екатеринбурге есть е1 хороший сайт все новости я до сих пор все это читаю а здесь такого сайта нет но есть сайт официальной администрации мне он не интересен очень очень часто мы с внуком ездим к моему дому что там сейчас я уже давно там не дали давно там не было а это уже вижу там прогресс во-первых там убрали подъемники которые были сверху снизу доверху на которых подавали материал наверх сейчас видимо уже не надо в таком количестве материала поднимать наверх и поэтому подъемники убрали или же запустили эти лифты грузовые и уже на лифтах можно поднимать материал вот что-то одно из двух это первое потом я смотрю что там начали начали делать благоустройство во-первых середина двора она уже прибрана весь строительный материал вынесен за территорию там около забора складирован там на территории двора уже стоят малые формы детские уже посажены какие-то то ли деревья то ли кустарники вот и стоят столбы освещения я не знаю рабочие эти столбы или нет это надо вечером ходить мы все-таки так поздно не ходим масло все-таки забываю помазать надо бы помазать не успеваешь просто не заниматься быстро горит когда надо быстренько к завтраку сделать несколько блинчиков да я тут завела как бы на две порции 20 должно получиться в одной порции 10 до ну вот я дома стряпала там не получалось здесь нет 12 получилось машинка в общем надо приспособиться у меня была мечта зайти в подъезд но поскольку сейчас на территории работает очень много людей рабочих и там начальствующий состав ходит на человека три-четыре в белых касках но меня точно трудовые гонят ну если только совсем под дурочку я думала здесь есть сквозной проход на паркинг там уже повесили эти знаки предупреждающие на одном входе кирпич висит на другом 5 километров процесс идет и там кстати там же на территории задумал какой-то маленький паркинг будет да похоже так ну по крайней мере на плане и вот это место огорожен еще забором вот вся территория огорожена еще здесь где должен быть паркинг тоже я не знаю я на плане ничего там такого не видела ну вот когда заходишь на сайт пик там картинка с номерами домов и там видать что типа паркинга что-то вот так еще какие у нас отличие может быть кстати про инфоциты потом собиралась рассказала что я много народу народу много да температуру мере все все как положено я сказала что здесь люди более дисциплинированные кстати да я же раз я здесь прописалась и вот так случилось что я заболела ничего страшного не коронавирус это моя кроническая болячка но в любом случае мне пришлось подойти но вы кстати да сначала я поставила прививку причем прививку я не могла ставить где-то около месяца не было вакцины да я в екатеринбурге не могла поставить тоже всеми говорили звоните через неделю я на той неделе вам звонила вы мне говорили звоните через неделю я уже неделю звоню но нету звонить еще через неделю но в любом случае вот через месяц мне эту вакцину поставили нормально все у меня не было никакой температуры ничего не было я в принципе делаю ежегодно может быть организм уже привыкли нормально адаптируется к этой вакцине не было у меня ничего не было никаких этих самых не знаю через какое-то время через месяц наверное я опять зовут заболела у меня обострилась хроническая болячка я пошла на прием здесь ну не было ревматологом которого я вот в екатеринбурге лечусь пошла к неврологу она ведь не моя болячка идите врачу травматологу я удивилась травматолог я считала что это те которые лечат травмы до переломы все такое ну ладно в принципе записи быстро это неделя или через день вот прием в екатеринбурге намного дольше последнее время остановили плановый прием только по скорой помощи и вот чтоб врача на дом а здесь наверное вас не останавливали похоже что так но здесь мне что тоже бросилась в глаза бахилы поликлиниках не одевают нет у нас ни в какую ты не зайдешь поликлинику у нас на улице чисто можно у нас хоть чисто хоть грязно ни в какую да я помню специальный дедушка уже там много лет стоит и следит за тем чтобы у всех были бахилы стоит терминал терминал который продает по моему 5 рублей а у нас нельзя продавать поэтому разрешают ну вот это вот как-то мне было даже не уютно я у меня всегда лежат бахилы в сумке но если все без бахилов бахила муж белая ворона хотя конечно мне не было это как-то не по себе это с одной стороны а с другой стороны меня еще удивило даже в шок и ввело что на матросово девушка заехала на электросамокате прям в коридор поликлинике у нас же такую дорогую вещь на улице не станет ну не знаю там есть парковки цепляйте ну не в поликлинику да не знаю это нонсенс для меня ну ладно 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 кто плачет мама видела ребенка что ты там забрала у него очень сильно жжет это самое блины еще у вас в поликлинике да в двух разных местах это тоже у нас они в трех разных местах одна на летная одна на матросово третья на юбилейной а на юбилейные какие врачи туда еще не ходила там разные было не знаю ну вот физиопроцедуры тоже на матросово и рядом здания тоже получается не в одном здании у нас как-то все вместе в одном месте и общину за увлечение у вас тоже в отдельном здании но она как у нас как больничный городок понимая и здесь тоже больничный городок рядом не знаю летная и матросово это я посмотрела по карте больше одного километра а если человек плохо ходит так вот ему ходить на такое расстояние не ну это крайне неудобно но в том доме где я буду жить там рядом поликлиника она наверно пятиэтажная 1 2 3 4 5 вот мне в окно даже видать этот наш дом и поликлинику я на видео показывала поликлинику дом я не показала что же обмакиваешь туда погружаешь долго быстро достаточно но все знаешь мне кажется то моя первая была лучше какая-то была такая поднимать теперь пусть у нас ульется там и переворачивает и смотри сейчас как она будет потом вот этой ложечкой аккуратно счищать чтобы не травмировать сейчас мой маленький мама сейчас получится покатай меня покатай меня на фитболе мама да 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 ооо ооо и чё когда переговорачивает попробуй края поднимаются нет значит еще нет самая вот потихоньку подковыривая еще такая большая чашка прям по всей длине по всему периметру надо подковырять ну делаем тебе легче снимется не будет не будет прилипать ровно по центру как крючок да аккуратно руку поднимай поднимай горит быстро горит видишь надо и надо посмотреть какая-то была марка да получится конечно она быстро горит почему-то у вас у вас вода какая-то осадок белый в нее желтый жесткая жесткая поэтому белый осадок а в екатеринбурге осадок красный железа много еще здесь у вас какие-то другие деревья есть я не знаю сейчас осень уже зима считай летом летом посмотрю на листочки что это за деревья в екатеринбурге таких деревьев нету и еще у вас эти самые в городе кто эти вот купались в луже скворцы а в екатеринбурге скворцов я не видела там только голуби ходят и купаются в луже здесь скворцы городские может и там есть но я не видела очень легко легко вот то что мне смущать что она быстро горит делает хрустящим пойдем походим бросили ребенка пойдем с мамой ходит с мамой по дорожке ходим ходим спой мама песенку ток ток не надо наклоняться пошли по комнатам пошли по ходим по ходим да ему здесь надо надоело уже дочь у меня здесь конечно жалко что у меня еще дочь там осталась хотела чтобы она сюда переехала уговаривать да я уже 30 раза и уговаривала оксана пожалуйста подумай приезжай сюда будем все вместе я думаю что это было бы намного лучше чтобы нам быть все вместе но может быть не прям сейчас вот настя закончит колледж сюда пусть едет поступать в институт я-то принципе уже все продумала и думаю что это реально я все варианты уже оксане предлагала ну не знаю у меня тут еще половина вот надо съездить в москву мне конечно хотелось бы туда съездить но я думаю что зимой то не особо там у меня есть знакомая с которой я договаривалась встретиться она тоже блогер если получится ну навряд ли зимой скорее всего по весне а так вот видите год пропустила смысле в том плане что никуда не съездили из-за этого коронавируса многие рисковали ездили но мы не стали рисковать и и как-то вот чего-то не хватает так-то между собой мы разговариваем куда лучше поехать где мы не были чтоб недалеко и ехать или лететь но сейчас наверное страны где нет виз мы уже наверное везде побывали хотя в турцию можно бы и съездить еще раньше я в турцию почему-то не хотела ехать как-то думаю все туда ездят что туда ехать а вот когда побывала мне турция понравилась больше чем черногория чем греция так что в турцию можно бы еще съездить но желательно поехать туда где еще мы не были а где не были получается что это там где визу надо делать страны европы сейчас закрыты когда этот коронавирус закончится неизвестно я бы еще съездила в англию в англии мне очень понравилось очень красивый город лондон в принципе там больше нигде не была но и в лондоне меня возили на ла-манш правда в то время был отлив далекий но я там все равно походила пособирала ракушки но там конечно не покупаешься все равно прохладно для нас это не то хотя англичане ходят такие полураздетые они то ли закаленные то ли чего когда-нибудь, мам, раз уж ты была, поедем туда мне понравилась Турция, мне понравилась Великобритания но в Грецию еще не буду путь за самый такой бюджетный вариант если ехать всей семьей а сейчас говорят и Турция может подорожать ну подорожать может все но она все равно останется ну может быть это на Крузове но вряд ли будет кто его знает а у нас был он когда мы были в Турции по-моему да что-то я не помню а так-то хотелось бы конечно съездить но опять же я бы хотела бы съездить чтобы вот на эти соляные террасы чтоб на шарах полетать но это же получается опять не пляж, как ты говоришь а какие шары ты имеешь ввиду? воздушные шары ты летала на воздушный шар? нет, нет, я хотела бы полетать а, почему? там воздушный шар как раз вот где-нибудь где есть горе, где есть море да, оно есть у нас, вот например в Екатеринбурге тоже есть но это очень дорого я думаю, что там бы в отпуске было бы намного проще ну это как я ехала в отпуск очень хотела поплавать с дельфинами потому что в Москве можно поплавать с дельфинами, но дорого а там дешевле и все равно не поплавала так и ты на воздушном шаре хочешь, хочешь, да не покатаешься еще бы мне хотелось бы съездить вот по скандинавским странам вернее вот на теплоходе из Ленинграда выходят теплоходы и заходят там в основные порты ну это тоже виза посмотрим, что будет у нас на следующий год ну во-первых, на следующий год я тоже сомневаюсь там получение квартиры обстановка ну да, много затрат да, и потом там скорее всего она хоть и новая но там будут недоделки какие-то надо будет исправлять бороться со строителями на это уйдет месяц-два так что ну давай будем надеяться что не будет у нас проблем при приемке квартиры ну либо чтобы эти все недоделки быстро доделали ну я вот как вспоминаю в нашей квартире которая там в Екатеринбурге я вот видео показывала мы как получили как получили эту квартиру так и заселились сразу никакого ремонта ничего не делали можно сказать так и жили от застройщика и никаких проблем не было потом по моему года через 3-5 нас затопило и опять же дом управления делала ремонт ну ты расскажи как нас затопило это весна это весна была весна но у нас же последний этаж но и дом за это время дал осадку где-то появились трещины в любом случае дом садится новый и по этим трещинам вода полежала вот здесь уже конечно дом управления сделала саму ремонт во всех комнатах мне сделали где-то немножко пятно на потолке и на обоях и считается что надо ремонтировать всю комнату и все и я же прожила так что надеюсь что Эфик хорошо все сделает посмотрим мне уже не надо такой эксклюзив какой-то я вполне проживу ну смотри раз и на будущий год будет много трат то надо планировать эконом вариант отдыха ну ну например Пурцию ну посмотрим по денежкам как будет получаться я думаю город если границы откроют и если с коронавирусом все более-менее будет нормально то я думаю что мы с Багдашкой обязательно куда-то съездить говорят в Турцию люди летают у нас из Екатеринбурга летали люди правда потом две недели надо сидеть на карантине вот зачем надо надо ждать прививку чтобы уколоться и потом уже люди боятся прививки от коронавируса но вообще у нас смотри сколько знакомых уже переболела даже незнакомых родственники больные да переболели значит коронавирус он существует он есть он есть и он опасный поэтому надо все-таки беречься ну или беречься но но что же не знаешь где ты подхватишь ну да я хоть редко хожу по магазинам но тоже где-то что-то как-то ну а как не ходить ты совсем же нельзя конечно я тоже не могу вечно сидеть дома я тоже хочу куда-то выйти хоть и боишься а надо хочется ну значит надо ждать прививку уколоться хоть говорят что это опасно все такое ну что раньше тоже были всякие эпидемии и чума и холера и бог знает что люди прививались и сейчас же нет этих болезней не знаю если будет я пойду уколусь уколюсь вообще интересно может быть мы уже переболели ну не знаю у нас есть уже антитела ну может сходить платно проверить антитела я в принципе не болела у меня даже никакой легкой простуды не было чтобы сказать что это было в легкой форме у нас когда завалил к нам пришла врач но она же тоже не знает чем заболел она пришла без какого-то скафандра обычная просто врач как себя вот у него коронавирус не подтвердился но мы тогда все заболели вот горло сопли без температуры было какое-то ощущение в груди такое неприятное что что-то там мешает но я не болела и оксана там с лёшами они тоже не болели так что не знаю до твоего приезда может быть у нас есть тела ну или это только платно сдавать смотреть и то это же они ненадолго на год может быть у кого какой иммунитет ну да ну что мы будем чай пить с блинами ну я в принципе уже нажарила основной может быть уже будем закругляться остальное я потом дожарю потом дожарю да я думаю что вообще видео очень долгое уже получилось ну и реально кто нас досмотрел дослушал всем большой привет здоровья вам да вот будем прощаться пока-пока пока-пока все выключаю вас вот всего хорошего здоровья да здоровья встретимся с вами за столом все пока-пока остальное я буду дожаривать потом пока-пока